Приветствую вас. Вы знаете, вот то, что у меня возникло по прочтению вашего текста, в двух словах я бы описал так. Взрыв. То есть, вот вы что-то себе подавляли, 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 подавляли. Что-то вы хотели, 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 но не позволяли себе по той или иной причине, вот. И сейчас вы, значит, как бы это сказать, включились, есть такое понятие в психологии, включиться. То есть, взяли и включились. Внезапно и совершенно для себя, неожиданно. Вот, включились. Молодой человек вас чем-то явно зацепил. Вот. Ну и, соответственно, пошло-поехало. То есть, пошло-поехало, да? А в каком смысле? В том смысле, что потребность-то была, да? Потребность была. Желания были. Вот. Но вы себе не позволяли их реализовывать. Реализовывать. Я, я так... Подозреваю. Вот. А сейчас... С вами... С вами... Ну... Ээээ... Что-то произошло... Что... Вы... Испытали вот этот, вот этот вот... Подъем... Такой... Сильный... Мощный... Подъем. Причины которого... Эээ... Конечно, кроется, ну вот... В том, что вы... Сами для себя... Хотите. Т.е. причина этого кроется в том. Аээ... Какие у вас... Ну... Потребности. Аээ... Т.е.ô... Верну-о. Вот ваше в... Включи... Включение... Это... Аээ... Проявление эмоций. такое бурное, да, всё это, конечно, неспроста воодушевление. Вообще, вот, всё это неспроста, ну, как это видится мне, да. Дальше, значит, смотрите, вы пишите, около трёх недель назад познакомился с молодым человеком, он младше меня на три года, мне двадцать пять. Очень интересный парень, мне безумно с ним нравится общаться. Значит, три недели назад вы познакомились. Ну, надо сказать, что срок довольно маленький, да, то есть, три недели назад это очень мало времени. А я бы сказал, скорее, на почве чего вы познакомились, то есть, что общего между вами, что вас связывает, что вас объединяет. Вот. Я бы сказал, что это очень важный момент, потому что от него, да, зависит, ну, по сути, то, как вы будете в дальнейшем взаимодействовать, вот, от этого момента. То есть, мало того, что вам просто интересно общаться, это потому что может быть связано с, ну, совершенно разными аспектами, такими как, допустим, случайность, потребностей, идеализация, да, вот. Поэтому очень важно то, что вас объединяет, то есть, что между вами общего. Ну, есть ли, есть ли у вас что-то общее, есть ли у вас, значит, ну, какие-то ближайшие факторы, по поводу чего вы можете взаимодействовать, по поводу чего вы можете общаться друг с другом, ну, скажем так, на безопасном уровне для себя. вот. Это очень важный момент, который необходимо учитывать вам. Дальше. Так, однако я больше искал общения, чем всего-то серьезного, и это мы изначально обсудили. Здесь, конечно, тоже есть интересный момент. Например, момент такого рода, да, что вы искали общение, зачем? И сказали, общение, чтобы что? Вам не хватает общения? А как же, там, например, друзья ваши? Ну и так далее. Да, то есть, понимаете, о чем идет речь? Понимаете, что я имею ввиду? То есть, это несколько, ну, несколько, несколько странно, что вы ищите, ищите общение с парнем. То есть, либо у вас есть какие-то сложности с выстраиванием отношений с людьми, да, вот, либо вам, либо вы обманываете себя и просто не хотите признаться себе в том, что вам хочется отношений. Дальше, так, он тоже сказал, что ищет друга для поболтать. Ну, такое ощущение, знаете, что искать друга для поболтать. То есть, вот, что общего у этих людей может быть для поболтать? Ну, можно начать общаться, там, по поводу, там, какой-то темы. Но нельзя просто искать друга для поболтать. Это всегда определенные ожидания порождает. Поэтому здесь очень странно. Странность вашей стороны, почему вы ищете общение с мужчиной. Странность его страны, что он ищет друга девушку. То есть, такое впечатление, что вы оба хотите отношений, боитесь в них вступать, потому что боитесь боли, вот, и в итоге друг друга обманываете. Ну, в смысле, в данном случае, вы себя обманываете, да. То есть, вы хотите отношений. Да, другой вопрос, для чего. Другой вопрос, почему они вам нужны. Другой вопрос, чем они для вас важны. Это другой вопрос. Вот. Это важный вопрос, но другой. Потому что еще неизвестно, может быть, вы не согласны с тем, что, ну, с тем, что вам отношения нужны. Может быть, вы не согласны с тем, что у вас есть потребность в отношениях. Потому что, если, грубо говоря, ну, если вы признаете, что отношения вам важны, да, если вы признаете этот факт, то нужно будет признать и личную ответственность. То есть, дело не в мужчине, на самом-то деле получается, а вас, понимаете, вот, это тяжело именно, вот, с точки зрения, ну, с личностной точки зрения, скажем так. Дальше идем. Значит, той даже не собирались с ним видеться, а изначально рассчитывала на общение в течение пары дней, пока не надоест. То есть, представляете, да, какая идет у вас неосознанность своего поведения. То есть, вы на полном серьезе верите, верите в то, что можно с человеком познакомиться и на пару дней с ним пообщаться, пока не надоест. То есть, это, вот, какое отношение к людям должно быть, да? То есть, я с тобой общаюсь, пока мне не надоест. Вот. Ну, то есть, помимо того, что в такой ситуации человек так воспринимается как своего рода средство, да, как товар. Вот. Лично я думаю, что... Ну, я не думаю, что вы на самом деле так воспринимаете людей. А вот если бы вы воспринимали бы это все так, то вы бы совсем по-другому бы себя вели. Вот. То есть, конечно, ваше право верить мне или нет, да? То есть, тут я могу ошибаться. Вот. Но мне, мне совершенно очевидно, мне совершенно очевидно, что, если бы вы с собой, по крайней мере, не честны в этом. Дальше. Так. Со временем поняли, что очень интересно общаться и узнавать друг друга. «Поняли», пишите вы на нем. «Не поняли, а я поняла, что мне интересно общаться с человеком. Никаких «мы», только «я» и личная ответственность». Понимаете? Ох ты. То есть, когда вы, ага, говорите «мы», когда, вообще, когда любой человек говорит «мы», это всегда размывает, кто за что отвечает. Это всегда размывает вопрос личной ответственности. Всегда размывает. То есть, непонятно, чего ждать, непонятно, кто что хочет. Мы поняли, что нам интересно общаться, мы поняли, что нам неинтересно общаться. Кто мы, с чем связано такое, скажем так, значит, ну, с чем связано такое принижение индивидуальности и насколько оно обосновано, насколько оно обосновано, принижение индивидуальности. Вот. Ну, это, знаете, да, большой вопрос. Вот. Понятно, надеюсь, да, о чем идет речь. Дальше. Через неделю встретились, за все это время появился прилив какой-то нереальной эйфории и бешеного потока энергии. Непонятно у кого. На самом деле. У вас или у него, или опять у вас с собой. Если прилив энергии наблюдался у вас, то этого должны быть причины. По какой причине вы с человеком чувствуете себя лучше, да, чем, ну, одна, например, или без него. Ну, получается, что он позволяет вам как-то себя чувствовать. А как? А как бы вы могли сами так себя чувствовать? Ну, сами ощущать себя так. Ведь могли бы. Могли. Только вопрос в том, как. Знаете? То есть, прилив энергии, вот, ну, про который, про которую, про которую идет речь, прилив энергии. Это, по сути дел, то, что вы, вероятно, всегда хотели, просто подавляли себя. Дальше. Очень, очень, очень много общения в данной заинтересованности, которое выражалось, что он вполне себе открыт. Ну, опять же, опять же, размытие ответственности здесь. Сложились очень открытые доверительные отношения без прикрас. Без прикрас – это как? За три недели доверительные отношения сложились. Вроде не подростки. То есть, вы понимаете, да, что есть какая-то вот идеализация в данном случае, есть какие-то вот уже завышенные ожидания прямо от отношений. Еще пара встреч – все в норме. Но, буквально неделю назад дошло до выяснения отношений, молодой человек поймал себя на мысли, что мы как-то увлеклись, позволили себе привязанности больше, чем рассчитывали, сказал, что больше друзей предложить ничего не может, нет времени, желания, вообще изначально расценивал меня исключительно как друга. Ну, это говорит о том же, что мужчина боится сближаться. Отношения – это всегда последствия этого очарования, а это его неудачный негативный опыт друг от друга всегда. В данном случае это защитная реакция, рационализация тоже. Сказал, что не хочет потерять меня как человека, вы только договорились до того, что будем просто общаться. Свою ответственность здесь вы исключаете. То есть вы исключаете тот факт, что могли повернуть общение в, ну, в другое русло, да, то есть могли повернуть общение в, например, русло того, что он боится, и что вы его не обидите, и что вы от него ничего не ждете, и так далее. То есть расслабить человек. Но вы не сделали этого. Я вас не обвиняю, я хочу просто, чтобы вы увидели, чтобы вы увидели, что вот в этой ситуации вашей личной ответственности попросту нет. Она не ощущается. Он что-то говорит, он что-то выясняет, он что-то делает, он чего-то хочет или не хочет. Вы же говорите, что мы договорились до того, что решили остаться друзьями. Но кто мы? Он, может быть, и хотел остаться друзьями, может быть, и хочет остаться друзьями, но вы-то, вы-то, как быть с вашими желаниями. Вот. Дальше. Если бы мужчина действительно хотел бы остаться друзьями с вами, да, он бы не поднял этот разговор, он бы не затеял эту тему. А раз он не затеял, значит, он что-то почувствовал. И это что-то его пугает. Понимаете? Это что-то его пугает. Дальше. Последние четыре дня он очень занят. Он и до этого был занят, но сейчас вообще перестает отвечать. Связано это с тем, что мужчина держит дистанцию в том числе и для себя. Не столько от вас, сколько для себя. Постоянно объединяется по пустякам, все раздражает, и ведет себя странно. Это говорит о его неравнодучии к вам, но также и о неуверенности в себе. Через раз извиняется, что не может ответить и нет времени, но бесконечные отписки вроде «извини меня, правда нет времени», не поверю, что за сутки не находится полчаса, чтобы поговорить с важным человеком. А вот здесь уже ваше личное желание. То есть вы сами хотите видеть себя для него важным. Но вы видите только то, что хотите видеть. То есть не обязательно с важным человеком хочется только общаться. Важному человеку можно не хотеть написать, но не иметь возможности. Это первый момент. И второй момент. Вы чувствуете себя негативно из-за того, что вы для него менее важны. То есть это опять же ваши чувства. Это опять же ваши эмоции здесь. То, как вы себя чувствуете. Да, если важный человек, то за сутки можно найти полчаса, чтобы пообщаться. Это так. Но не после того, что он вам сказал. Не после этого. Знаете? Потому что то, что он сказал, означает, что вы слишком сблизились. А вы ждете от него чего? Что после такого разговора он будет с вами общаться так же? Нет. Это означает, что ему некомфортно. Но вы ожидали, что будет так же. Вы ожидали, что общение не станет хуже. Почему вы этого ожидали? Что вы хотели и хотите. Знаете? Вот. Это все ваша личная ответственность, про которую вы, повторюсь, ни слова не сказали. По крайней мере, вот до, ну до сих пор. То есть вот до этого момента. То есть, ну вот до момента, значит, того момента, пока я дочитал. Дальше. Или я преувеличиваю. С его стороны, вы не преувеличиваете, потому что, ну вы правы. Но со своей стороны, со стороны своих ожиданий, вы действительно преувеличиваете. Молодой человек не должен писать вам так, как хотите вы. Он пишет так, как может писать. Понимаете? Преувеличиваете вы, потому что нужно вам. Ну, вам нужно его общество. Для чего? Чтобы купировать свои внутренние противоречия, которые у вас есть. Не понимая, что происходит. Он вроде решил обрубить сам, но при этом ревнует, обижается зазлиться. Ну, а ревность, про ревность вы ничего не сказали. Он боится сближаться. Он боится сближаться. Не понимая, что происходит. Происходит то, что мужчина испугался в влюбленности. То есть это не любовь с его стороны. Я более чем уверен, что это не любовь с его стороны. Это скорее влюбленность. И он этой влюбленности самый испугался. Вот. Это нормально? Это нормально. Мужчина в себе не уверен. Дело не в нем. А вас понимают. То, что вы не понимаете, что происходит, вы понимаете. Вы не можете принять. Почему? Потому что неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Потому что фрустрация, да? Не могу понять. Он не знает, как слиться правильно или можно реально быть настолько занятым. Ни то, ни другое. Захотел бы слиться, слился бы. Правильного слива нет. Настолько занятым быть тоже невозможно. Поэтому, вы извините, но ваш вопрос достаточно по-детски звучит. Да? Ну, если только вы не иронизируете. Дальше. В сети время от времени появляется, но может даже сообщение не читать. Потому что... Ну, потому что они для него, вероятно, что это значит, да? В итоге, меня все это ранит. Его нет, чувствует. Ну, прям нет и настроения. Очень стало зависеть от него. От его наличия в моей жизни. Как рубить, как отпускать. Анализировать свои желания, свои противоречия. Смотреть, как правильно их удовлетворять. Анализировать свою потребностную сферу. Ага. И смотреть, где у вас уязвимые места. В чем, где, как. Где-то уверяю себя, что я ему тоже глубоко симпатично. Но, кажется, я чувствую это. Но откуда тогда такое поведение от страха? Вряд ли это так. Мне бы просто хотелось в это верить. А зачем? 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 Вы боитесь близости. Страх близости у вас имеется. Пока у вас имеется страх близости, вы в любом случае отношения ни с кем здоровые построить не сможете. Потому что, скорее всего, тот человек, который будет готов вступить с вами в отношения здоровые, будет вас наталкивать. И привлекать будет только вот такой человек, который, знаете как, повышенно активный и после повышенно пассивный. Потому что то, как развиваются ваши отношения, это неестественно. То есть, нет. Естественно, что вы наслаждаетесь друг другом. Естественно, что вы получаете удовольствие от общения друг с другом. Это естественно. Неестественно, что появляется поток энергии. То есть, опять же, поток энергии – это хорошо. Но неестественно, что вас ранит, и что вы чувствуете отсутствие настроения, и что стали зависеть от его наличия в вашей жизни. Вот это неестественно. Это говорит о том, что определенные процессы вашей личности, которые протекают неправильно, вы комментируете за счет этого молодого человека. Какие процессы, я, к сожалению, ну, точно-точно сказать не могу. Да? То есть, это может быть абсолютно все, что угодно. От детско-родительских отношений и, соответственно, негатива в них, до неудачного опыта в отношениях или просто запавшей информации в интернете о мужчинах. Вот. С этим нужно разбираться. Вот. Поэтому для меня, конечно, небольшая загадка в том, как вы хотите, чтобы мы помогли вам прийти в себя, если все, что у нас есть – это ваш текст. Вот. То есть, чтобы прийти в себя, чтобы прийти в себя, чтобы начать думать, нужно реализовать свои желания. А про то, что вы хотите, вы ничего не написали. Абсолютно. То есть, как бы, ну, понимаете, да? Противоречия возникают. Вот. И опять же, поймите, я вас не обвинял ни в чем. Я просто хочу показать вам, как обстоят дела. Вот. Чтобы вы, ну, понимали. Абсолютно. Яковлана, да, а, написано, пишет, пишет. Значит, общайтесь с кем-то еще. Да? Будет много объектов общения, не будет зависимости. что. Но ведь вы почему-то не общались с кем-то ещё. Вы по какой-то причине искали именно мужчину для общения. Обычно для общения действительно друзья есть, вот. И друзья они, как правило, есть уже, ну, в 25 лет. А у вас получается с этим проблема. Вот. А значит можно предположить, что проблема в сфере коммуникации, то есть как вы коммуницируете с людьми, вот. Понимаете? Проблема ваших личных границ. Эмоции ваши. И важно здесь не взаимность, важна не взаимность, а важна природа эмоций, природа чувств. Понятно? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И помните, что рубить означает подавлять. Подавлять означает, собственно говоря, обрегать на сублимацию. Вот. То есть, рубя вы ничего не решите. Только раскрывая, узнавая, пропуская через себя и корректируя, можно действительно ситуацию исправить. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!